Привет друзья! Сегодня мы разберём файл синим 503. Сразу говорю, что это видео не для эпилептиков. История берёт начало во время Касовской войны 1999 года. Тогда молодой сержант Курт Вассо участвовал в штурме одного из бункеров армия освобождения. Когда силы НАТО расправились с сепаратистами, был произведён обыск бункера. По рассказам Курта, кассета лежала в напыльном кофейном столике в одной из комнат бункера. Комната была пустая, в ней стояли лишь две табуретки, телевизор и видеомагнитофон «Панасоник». Кассета была в ужасном состоянии, так как её пытались сжечь. Со слов Вассо, у корпуса был отломан левый верхний убол, а по бокам видны следы плавленого пластика. Когда молодой сержант сообщил о находке командующему штурму, тот сказал, что их отряд ищет что-то более весомое и существенное, так что кассету Вассо мог оставить как сувенир. По счастливой случайности, хобби Курта Вассо была оцифровка домашнего старого видео, поэтому после войны он бережно на протяжении трёх лет восстанавливал потрёпанную войной плёнку. В 2006 году Курт впервые опубликовал свою работу на нетзбург.б вместе с историей фильма. Спасти ему удалось лишь четырёхминутный фрагмент, однако, по его словам, видео на плёнке было не менее, чем на 20 минут. Звук он получил отдельно с плёнки, которые также подверг значительной реставрации. Несмотря на качество того, что получилось, Курт действительно сотворил чудо из пепла, проведя колоссальный ремастеринг плёнки. Однако содержимое плёнки у многих вызывало не то, что недоумение, а скорее необоснованный страх. Фильм начинается с демонстрации каких-то надписей, а также заглавного кадра, который дал имя Видеосинем 503. Что представляют собой другие символы понятия никто не имеет, ровно как и всё в этом видео. С этого же кадра, понарастающие начинают играть, по-видимому, искажённые бинауральные ритмы. Видеоролики присутствуют другие надписи, явно отсылающиеся к разным нациям. Это что, может, какие-то приоритеты, языковые установки, или количество иностранного оружия на счёте УАЛКА, или, может, даже полученные финансированные, никто не знает. Несмотря на искаженность плёнки, в ней можно разглядеть, как автомобиль выезжает из ангара, какое-то поле, парад военной техники, друг мужчин за столом и ещё какие-то дома. Но вот что интересно, с 1.55 начинают появляться загадочные символы, которые сопровождаются текстовыми знаками. Далее истории становятся интереснее. После того, как видео получило популярность на немецких миджбернах, Вассел опубликовал интересную историю на исходном ресурсе. Я лишь вырву часть из того рассказа. Два дня назад в Мюнхене получил предложение от человека из Министерства обороны ЛАВИ. Он хотел выкупить у меня оригинал плёнки, включая саму кассету, за 25 тысяч долларов. Конечно, никаких доказательств того, что человек был из ведомства нет, но во время разговора уточнял интересы третьего государства на эти материалы. Что же на самом деле находится на этой плёнке? Днения пользователей расходятся. Первые считают, что в бинауральном ритме есть ключ к непонятным надписям, что это есть военная шифровка, которую можно раскрыть лишь с помощью специального оборудования. Другие считают, что фильм своего рода – психотропное оружие, которое применяли для гипноза. Однако все исходятся во мнении, что самому видеоматериалу было не менее 15 лет в 1999 году. Ведь если это действительно тайный шифр или гипноз, то откуда такие технологии у беднейшей страны в Европе? Один бог знает, что изучали учёные в военных институтах в переотправлении Инвера Ходжи. В 2011 году копии видео были удалены с немецкого ютуба, так как они нарушали права правообладателя. Посему, перезалил видюшку, можете сами попытаться разгадать шифр албанских военных. Предупреждаю, науральные ритмы влияют на каждого, по-своему, у кого-то поднимается давление, у кого-то начинают болеть мышцы груди. Историю послушали? А теперь разберём само видео. Снова предупреждаю, что это видео не для эпилептиков. Видео очень много мелькающих, черно-белых кадров с помехами, но это не мешает нам его разобрать. Давайте для начала я расскажу вам о первом появлении и о характеристиках файла. Впервые появился файл на ютубе на канале Алла Борисовна. Также этот пользователь выкладывал на канал такие смертельные файлы, как Кивагути. MP4. Валборг Сафтен. Запись с корабля Энгельс 19 июля 1997 года и другие видео. Причём минимум одно видео является фейком. Как мне кажется все видео на канале Алла Борисовна являются фейком, потому что у них всех история имеет свой схожий стиль сюжета, который можно заметить во всех историях. Написано крепипосто именно тем самым пользователем Алла Борисовна и в принципе я в смертельные файлы не верю. Вернёмся к файлу. Файл имеет стандартные характеристики, предлагаемые видеоредактором при сохранении. Качество 640 на 360 пикселей, частота кадров 29 почти 30 штук в секунду. Если замедлить видео можно увидеть каждый отдельный кадр, что странно для оцифрованной кассеты. Кстати ролики на ней тоже не пугающие. На самом деле это клип группы Depeche Mode. Вот и весь секрет. История Cinema 503 не является подлинной. Субтитры создавал DimaTorzok